Ну что, всем здрасте, ребят. Очень рада вообще всех видеть. Так здорово, что у нас так много. Меня зовут Марина Дисковец. Я преподаватель английского языка, блогер и создатель курса по подготовке ЕГЭ по английскому языку. Собственно, и сегодня хочу разобрать вместе с вами досрочные варианты ЕГЭ, точнее, часть его раздела лексика и грамматика. Также расскажу про предстоящие свои курсы. И сегодня впервые будут выступать мои ученики. Нахожу это очень полезным. Они расскажут из первых уст, как они готовятся, не как преподаватель, типа меня рассказывает, что надо делать, делать так, делать так. А именно ученики расскажут о том, как они готовятся, какие советы работают, какие не работают по факту. Потому что сегодня будут выпускницы моих курсов 2016 года и девочки, которые в 2017 году будут давать. Собственно, так что будет интересно послушать, как они готовятся, как совладать осволнением на экзамене, они расскажут. И сам формат проведения экзамена. Чего ждать? Вот именно от самой процедуры проведения экзамена. Так. И пару слов о правилах поведения. Здесь на вебинаре мы не ханим друг к другу, ведем себя корректно, уважаем друг друга, кураторов слушаем тоже. Вот. И за любое хамство, бам, господа. Здесь также присутствуют мои ученики годового курса, экспресс-курс, практического курса. Так что, в общем, всем сегодня будет полезно и доходчиво. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в чате. Вот. Но мне бы не хотелось очень часто отвлекаться на ваши вопросы в чате. Не потому, что мне лень, а потому, что хочется структурированно говорить. И в конце занятия мы выделим время на вопросы. Поэтому лучше всего, чтобы вы какие-то вопросы записывали. И в конце мы выделим время для них. И вы зададите все интересующие вас вопросы. Кураторы ответят. Ну, в общем, что-то будем по ходу разбирать. Так что не бойтесь, будем с вами коммуницировать. Поехали. Все по плану. Так, собственно, хочу начать с разбора самого варианта. Часть лексика, грамматика. Собственно, признаться, мне сам вариант досрочный, который в апреле прошел, показался не таким сложным по сравнению даже с тем, что мы решаем на наших курсах. Ну, я думаю, и вы решаете те же самые тесты. Это тесты Макмиллана, Музлановой, Вербицкой, Солововой. Собственно, есть тесты гораздо сложнее. То есть здесь уровень средний. Мое личное мнение. Сегодня девочки выступят. Одна из них ставала досрочный как раз-таки экзамен. И она, может быть, другого мнения будет об этом. Но вот мое мнение как преподаватель именно такое. Что касается раздела лексика и грамматика, первое, с чего стоит начать, это прочесть текст. Здесь обычно три всего текста. И необходимо изменить слово. Либо в правильном времени его поставить, либо изменить саму форму слова. Итак, для начала стоит прочитать текст. Но первое, первый лайфхак, это не зацикливаться на том, чего мы не знаем. И сам вообще формат ЕГЭ, экзамен единого государственного, он больше не о переводе, не о лексике, а больше о грамматике. И, собственно, раздел грамматика и лексика на самом деле больше о грамматике. То есть первое, на что мы обращаем внимание, это на время повествования предыдущих, например, предложений. И, собственно, читая изначально текст, то, что нам дано, мы не зацикливаемся на тех словах, которые мы не можем перевести. Это пустая трата времени. Мы обращаем внимание на временные формы, в каком времени идет повествование, о чем. И саму идею, главную, захватываем этого текста. И это все, что нам необходимо сделать при первом прочтении. Но, признаться, я думаю, многие из вас очень много уже этих вариантов решают. Это и по опыту моих учеников, порой уже просто лень читать полностью весь текст, потому что некоторые формулировки настолько заезжены, что ты уже просто понимаешь, что именно поставить. И, допустим, есть слова, которые также очень часто встречаются в разделе лексика и грамматика, и в тренировочных вариантах, и, как выясняется, и в реальном варианте досрочном, у которых форма одна и та же. Итак, начнем с 19-го. Опять же, не буду читать здесь все досконально, а скажу саму суть. Почему я поставила именно эту форму, и почему стоит, и как, и ход своих мыслей расскажу, в общем. Итак. Here are some interesting facts about Australia. Canberra was chosen as the capital because Sydney and Melbourne could not stop arguing which city should be the capital of Australia. Итак. Первый лайфхак для вас. Точнее, уже второй в этом вебинаре. Пассивные формы в ЕГЭ по английскому языку составители экзамена оставляют самыми простыми. То есть, поскольку русскоязычному ученику достаточно сложно вообще распознать эту форму, это из-за особенностей русского языка, я не буду сейчас углубляться, я писала на эту тему пост, можете посмотреть в группе ВКонтакте в открытой. Но именно сложность в нашем языке русскоязычному ученику сложно распознать эту пассивную форму. Зачастую вы задаете вопрос, а почему здесь пассив, почему? Просто обращаю ваше внимание, что в английском языке у нас устойчивый порядок слов. На первом месте подлежащее, сказуемое и все остальное. Очевидно, что у нас перед нами глагол choose выбирать. И необходимо поставить в какую-то форму глагола. Судя по абзацу, повествование идет в прошедшем времени, ну, кроме первого предложения, но оно никакой смысловой нагрузки особо не несет, оно как вводное. Was, as the capital, Sydney and Melbourne could not stop, да, вот мы на это ориентируемся. Could not stop, past simple, да, форма past simple, простое прошедшее время. Could not stop. Дальше. На первом месте, ребят, очевидно, стоит город. Город. Это объект. Город, объект, то есть то, над чем производится действие. Так вот, ребят, вот это главная фишка. Когда на первом месте стоит то, над чем мы производим действие. То есть очевидно, что оно не может производить действие. Ну, например, награда, я не знаю, дарится, да, или что-то, вот именно когда стоит объект на первом месте. То есть то, что не может производить действие. Это то, на что мы должны обратить внимание. В данном случае это город. И он, он не может сам себя выбрать. Разумно? В качестве столицы. Вот, но единственное, вас тут пытались запутать, потому что дальше в этом же предложении написано, because Sydney and Melbourne could not stop arguing. Да, казалось бы, тоже города, и они не могут прекратить спор. Ну, и вроде бы даже формулировка похожа. Но здесь вас пытались запутать, потому что в данном случае Sydney and Melbourne имеются в виду люди. В данном случае имеются в виду люди. То же самое, как прилагательное вроде несуществительное, да, но тем не менее прилагательное также может выступать в форме существительной. Здесь то же самое. То есть эти города подразумевают под собой людей. А здесь город не может быть выбран людьми. Пассивная форма. Past, simple, passive. Was, потому что Кэмберра, город, один. Поэтому именно форма was, а не were. Was для хишиит. Were для всех остальных лиц. Was chosen. Пассив у нас образуется с помощью глагола to be плюс третья форма. Еще раз напоминаю. Из практики. Просто из практики. Это нигде не написано, ребята. Никто вам этого не расскажет. В ЕГЭ самые простые формы пассива используются для вас. То есть ваша задача сейчас перед ЕГЭ выучить и знать вообще идеально именно самые простые формы пассива. Present, simple, passive. Past, simple, passive. Future, simple, passive. Дальше. Следующее. It. Преобразовываемость имени it. Я не могу сказать на 100%. Я не господь бог. Но по опыту преподавания, по опыту решения вариантов, сто пятьсот тысяч миллионов вариантов ЕГЭ, я говорю, да, самые простые формы. Да, это так. И вы мне потом расскажете об этом, после как вы решите ЕГЭ. Задите. Дальше. The sports capital of the world has 70% of its total population. Смотрите, ну, местоимения личные, то есть они, их необходимо преобразовать в... Боже. Разряды местоимений. Я забыла слово чей. Притяжательные, притяжательные местоимения. Они могут быть абсолютными. Либо обычная форма. Да, спасибо большое, Полина. Либо обычная форма притяжательного местоимения. Но если говорить о it, то здесь только одна единственная форма. Это its. Его. И никак иначе. Поэтому 70% of its total population. Здесь никаких больше вариантов нет. Только its. Дальше. 80% of Australians believe Australia has a strong culture and identity characterized by honesty, sports and multiculturalism based on research organized by the Australia Day Council of NSW in 2008. Смотрите, в данном случае, вот здесь тоже у нас как-то был вопрос на практическом курсе, да, почему здесь не пассивная форма, да, чего не пассивная форма. Именно. Огнайз. Огнайз. Это причастие прошедшего времени. Причастие прошедшего времени. Оно... Мы его можем использовать только для глаголов переходных. Что такое переходный глагол? Переходный глагол – это глагол, действие, которое может переноситься на кого-то или на что-то. То есть далее – кого-что. Например, читать кого-то, да, книгу, переходный глагол. Организовывать кого-то. Устная часть – нет. Только часть лексико-грамматика это было заявлено. Огнайз. Огнайз, Алин. Есть вариант с S. Он есть. Он... Я думаю, что его даже засчитают. Но на данный момент наиболее употребимая форма с буквой Z. Но S на самом деле допустимая форма. Но Z более употребимая. Я думаю, если вы писали досрочный экзамен и S поставили, то вам засчитают. Итак, и... А есть глаголы непереходные, такие, например, как жить, кого-что, да, никак. Поэтому в форме причастия прошедшего времени, которое близко к причастию страдательного, к страдательному причастию на русском языке, да, используются именно такие глаголы переходные, как глагол Огнайз. В данном случае у нас повествование в простом прошедшем времени, поэтому research, based on research, организованным, кем? By the Australia Day Council. Organized. Собственно. Continue. Так. Ускоряемся. Теперь the wolf and the goat. Волк и коза. Собственно. A wolf... A hungry wolf was out searching for... Was out past simple. Далее у нас просто идет повествование, что волк искал, волк увидел, волк захотел. Поэтому здесь просто идет повествование никакого предшествия, ничего. Поэтому мы просто подчиняемся правилу и ставим то время, которое необходимо. Past simple. Глагол see. Еще один лайфхак, ребят. Исключение. Исключение. В ЕГЭ куча исключений. Ваша задача знать досконально все глаголы, все неправильные глаголы. Знать числительные, которые не по правилу образуют образуют свою форму. Из количественного в порядковое. Знать прилагательные формы, которые сравнительную в свою степень образуют, опять же, по-другому, не по правилу. Знать все досконально, потому что в ЕГЭ всегда будут именно эти формы. Так, отыграются ли на нас состоители экзамена? Елизавет, нет, не отыграются. Нет, не отыграются. Нет. Не стоит бояться, стоит работать и решать. Вот, что стоит делать. Поэтому здесь просто используем форму past simple active. He saw, see, so seen. Это неправильный глагол. Дальше, двадцатретье. Besides the grass is much greener. Прилагательные. Прилагательные просто необходимо поставить нужную степень сравнения. Вот и все. Опять же, важно знать, что есть два способа образования степней сравнения прилагательных. Да, для односложных и двусложных некоторых мы образуем степень сравнения с помощью суффиксов er и est. Для многосложных и двусложных степень сравнения образуется с помощью слов more most, less least. Вот. Здесь у нас односложные прилагательные, поэтому мы просто добавляем суффикс er much. Как бы умекает, что здесь сравнительная степень. Более, более зеленая трава. Greener. Так, дальше, двадцатчетвертая. Смотрите, здесь еще вот один лайфхак такой. Прямая речь, она никогда не связана с контекстом. Я думаю, что вы понимаете это и знаете это, но хочется произнести это вслух, потому что неважно, в каком времени весь контекст, то есть весь текст написан, неважно, в каком времени, там, past perfect, там, любое время, past simple, прямая речь, она особняком всегда стоит. То есть как только открываются кавычки, неважно, прошедшее, предпрошедшее, позапрошедшее, мы повествование ведем обычно в настоящих временах. То есть, например, Марья Ивановна сказала дяде Пете в 1819 году. Двоеточек, кавычки открываются, и все, здесь начинается зона настоящего времени. Я люблю тебя. Кавычки закрываются. И то же самое в английском языке. То есть здесь мы, то, что находится в кавычках, мы никак не сопоставляем с тем, что есть во всем контексте. Поэтому здесь у нас настоящие времена. Это условное предложение нулевого типа. Ребят, пальцем вверх. Еще один лайфхак. Важно знать для ЕГЭ вот четыре формы. Первый тип условных предложений, нулевой, о котором я сейчас расскажу, первый, второй и третий. Смешанные вот не встречаются практически. Нет. То есть ваша задача идеально знать вот эти формы. И это реально вам поможет. Итак, собственно, нулевой тип здесь, о чем он? С грамматической точки зрения в обеих частях предложений в условные и в главные у нас present simple. С чего бы это, да? Я решила, вы меня спросите, а почему здесь вроде бы, а чего бы не поставить первый тип, да? Где в главном был бы will not care. В условном, ну, так и есть настоящее. Просто в первом типе, смотрите, But the goat knew too well of the wolf's intent. То есть нам контекст подсказывает. То есть коза-то знала, очень хорошо знала о намерениях волка. Это говорит о том, что это факт, общеизвестный, это истина для козы, да, что волк хочет ее съесть. И именно в этом случае мы используем нулевой тип. Он характерен именно для факторов, для тех моментов, которые мы не оспариваем. И это касается не только таких моментов, общеизвестных, как вода кипит при температуре 100 градусов, да, общеизвестная истина. И, например, for example, If you break your leg, it hurts. Если ты ломаешь ногу, она болит. Да, вряд ли кто-то будет с этим спорить. Так вот, это и есть случай как раз-таки нулевого типа. Дальше. What you care about is eating me. То, о чем ты думаешь, чтобы съесть меня. Eating – это герундий, форма герундия. У нас нет герундия в русском языке, но это не личная форма глагола, не личная форма глагола, но, по сути, герундий ближе к существительному, да, относительно русского языка. Ну, единственная разница в том, что нет окончания, не бывает окончания у герундия, в отличие от существительного, и артиклиния. Так вот, именно поэтому здесь нужен именно герундий. What you care about is what? Is eating me. Ты думаешь, о чем? О том, что мы с ней с ним. Так. Даш, я вижу, что ты отправила, Даша Грачова, я вижу, что ты отправила мне личные сообщения, я попозже посмотрю. Хорошо, я закончу, потому что еще девочки должны выступать, и время идет. Так, с аудированием пока не буду отвечать хорошо на эти вопросы. Иду пока дальше. Да, лексика действительно легкая, вот согласись, Дим, вот по сравнению с тестами, которые мы решаем на занятиях. Так, следующий текст. Преобразовываем слова compete, соревноваться. Даже не буду читать. Вот смотрите, a thrilling word. Есть артикль a, далее прилагательное thrilling, и, соответственно, далее должно идти существительное, потому что прилагательное у нас разделяет артикль и существительное. То есть нет никаких вариантов. Compete, competition, соревнование. Дальше, двадцать седьмое. Здесь нам подсказка так. It has a long tradition, and even today there are radio schools which keep it alive and alive and. Это однородные прилагательные. Живой и and. Adjective должен быть и какой. Professional и профессиональный. Прилагательные. Нет никаких вариантов. Это однородные прилагательные. Вам подсказка. Дальше, двадцать восьмое. If a, опять же, артикль. Если есть артикль, то это существительное в единственном числе. If a, соответственно, visit. Visitor. That is all. As simple as it is, has a place. Дальше, двадцать вятая. The, again, article. The what. И у нас устойчивый порядок слов. Это еще одна подсказка для нас. Подлежащее, сказуемое, все остальное. Если мы говорим о вытвердительных предложениях с точкой на конце. Подлежащее, сказуемое, все остальное. If the performance usually starts, the what. Нoun, существительное, performance. Если представление обычно начинается. Если, извините, представление обычно начинается. Дальше, тридцатая. Constant. Constant. All through the show, the master of the ceremony, constantly jokes. Постоянно. Что делать? То есть, jokes, он шутит, поскольку, вот, если бы стояло существительное, то нужно было бы прилагательное. К существительному относится прилагательное, а к глаголу относится наречие. И поэтому мы из constant делаем, добавляем суффикс ly, суффикс наречия, constantly, постоянно. Что делать? Шутит. Дальше. Possible. Ну, possible, кстати, очень часто, вот, в тестах ЕГЭ это impossible. A radio in Tejas is certainly an exciting experience which is practically, то есть, невозможно забыть. То есть, весь текст рассказывал о том, насколько это уникальное событие, поэтому практически невозможно. Отрицательный префикс impossible for tourists to forget. Дальше. Итак, ребят, с этой частью clear, окей, понятно, непонятно, внятно, невнятно. И сейчас быстренько разберем. Следующий текст тоже, кстати, легкий по сравнению с тем, что вот разбираются варианты. Арман, в том-то и дело, что перевод слов, вот, всего текста совершенно не обязательно знать. Я об этом сказала. То есть, важно, вот, более важно знать порядок слов, обращать внимание на артикль, какой части речи не хватает, временная форма предыдущих предложений, контекста, да, вот, в каком времени идет повествование. Вот на это важно обращать внимание. Так, поехали. А, которые даны. Ну, ты знаешь, Арман, если я скажу, не важно, что я тебе скажу, да или нет, да, важно знать перевод или нет, не важно знать перевод. Всегда есть такая вероятность, что тебе попадется то слово, которое ты не будешь знать, и ты будешь действовать по ситуации, правда? Поэтому было бы здорово, если бы ты знал перевод каждого слова и знал бы идеально английский. Но мы учимся, и на экзамене есть всегда вероятность, что попадется что-то, чего ты не знаешь. Поэтому нужно, значит, шарить в другом. Порядок слов, время повествования и уже просто по опыту. Порой это работает зачастую. Итак, поехали. 32-38. It is not hard at all. Тут, в общем, про то, как быть лидером. It is not hard at all to tell the difference. Ребят, важный лайфхак для вас в этом упражнении. Очень часто тренируйтесь, потому что здесь вы никогда не угадаете. Это задание действительно о фразовых глаголах. И об эрудиции, об идиомах. Их реально дофига. Их очень много. И каждый раз, решая задание, совершая ошибку, обязательно смотрите, ищите эту идиому, ищите это устойчивое выражение и выписывайте, выписывайте, выписывайте и учите. Это единственный выход, чтобы удачно решить это задание на самом деле. И это задание реально почему-то легкое. Реально легкое по сравнению с вариантами. Итак, to tell the difference. Это устойчиво, да? Разницу сказать, разницу. Установить разницу, отличить. Tell the difference. Записали. Не speak the difference. Не talk the difference. Вообще нет таких вариантов. Дальше 34-е. Еще вот один лайфхак для вас. Такую еще шутку. Шутят над вами составители экзамена. Я, мне кажется, даже говорила это в одном из видео. Что, в общем, бывает такое, что они... Только одно из четырех слов является действительно существующим. А остальные это просто какие-то неизведанные существа. Они просто добавляют этот набор букв. Это, в общем, такая жестокая шутка над вами. Очень часто такое... Да, я говорила об этом, Дим, своим курсантам. И вот вам тоже такое хочу сказать. И такое зачастую бывает. То есть просто несуществующие слова для вас ставят. Просто формы меняют специально, и все. И только одно из них является существующим. Дальше. Здесь тоже подходит только одно слово, которых уважают и обожают. Не enjoyed. No. Impressed. No. You can be impressed by something. Amazed. No. Не удивлен, не впечатлен ничем. То есть человек какой? Уважаемый и обожаемый. Admired. Дальше. Третья-четвертая. That means your success depends. Depend on. Всегда depend on. И, кстати, это суперчасто используемый глагол. Вот depend on. Просто запомните это на всю свою жизнь. Только с предлогом on. Depend on. Другого варианта нет. Дальше. Третья-четвертая. It's a part of how we navigate social situations and then make decisions to achieve goals. Устойчиво достигать целей. Achieve goal. Именно achieve goals. Достигать целей. Выписали для тех, кто не знал. Это реально суперрасхожая фраза. Дальше. Третья-четвертая. Итак. According to the research. И это тоже очень часто используем и крайне часто встречается в любых учебных текстах. Согласно исследованию, либо согласно исследованиям. Research. Вот что угодно. Не including, не включающий. Не regarding, не concerning, не относительно ничего. А именно according to research. Дальше. Третья-четвертая. Так. Exceptional leaders are ones who regularly remind employees. Которые всегда регулярно напоминают работникам. Не recall, не revise, не review. Нет. Они напоминают работников об их главной цели. Единственное тоже подходящее по смыслу слова. Третья-четвертая. Great leaders make sure. Они, да, удостоверятся. Удостоверятся, убедятся. Make sure their daily behavior is neutral for their team. То есть они должны быть убеждены в том, что их поведение, да, как лидеров, оно образцовое. И тоже нахожу достаточно простым. Это все. Так, ну как, ребят? Как, ребят? Разбор внятно, невнятно, понятно, непонятно. Если понятно, то ставьте плюс в чат. Да, 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 да. Время, время, время. И знаете что? Давайте, наверное, мы сделаем немножко по-другому сейчас. Сейчас, поскольку я с временем затянула, прошу прощения. Сейчас выступят мои ученицы. Сейчас выступят мои ученицы и расскажут вам про ЕГЭ. Вот, а потом уже я расскажу про свои курсы. К сожалению, я со временем затянула. Девочки спешат, поэтому давай, Лиз. Begin. Сначала выступает Лиза, потом Ирина и Софа. Мои кураторы. Лиз, Лиз, давай включай, я тогда выключу камеру. Лиз. Окей, всем привет. Еще раз, что он меня не слышит. У меня слышно, что нет? Всем привет, что я скажу. Все, спасибо. Да, привет. Сегодня я вам расскажу о том, как ждать ЕГЭ на 100 баллов. Какие-то, какие лайфхаки или способы на русском языке, естественно, да, я могу вам подсказать. Ну, естественно, начнем. Приветствую своего. Всем привет еще раз. Меня зовут Лиза Кирова. И я являюсь куратором годового курса по английскому языку, естественно, по подсказке ЕГЭ. И у меня есть некоторые советы, которые применимы просто ко всем детям, которые начали готовиться и сейчас, и которые начали готовиться и три года назад по подготовке, естественно. Ну, первый способ, это, естественно, нужно быть уверенным в себе. По статистике, известно, что каждые просто 20% вашей уверенности, это ваша нормальная подготовка к ЕГЭ. Да, то есть нужно быть уверенным не только дома, да, то есть я напишу этот ЕГЭ, нужно быть уверенным и на улице когда-то гулять, и когда ты пишешь эту пробу в школе, и когда ты занимаешься на курсах. Помните, уверенность, это ваше все. Дальше второй способ, такой, знаете, очень крутой, очень эмоциональный, в него вложился мой эксперт по английскому языку, который работает у меня в школе. Этот метод называется упал отжался. На самом деле очень крутое название, и суть его заключается в том, что нужно тренироваться и упражняться. Ну, естественно, думать об английском каждую минуту, каждый час, не забывать язык. Вообще, любой язык имеет такую особенность, и в практике он просто тупо забывается, и он становится ненужен, да. То есть вы знаете, что английский просто великолепно, потом вы его забываете, забываете, и приходите к тому, что а что такое док или кэт, ну, просто извиняясь, да. Поэтому нужна практика, и английский, если он уполагался, вам всегда поможет. Ну, естественно, третий способ, это нужно быть теленаправленным в обучении. То есть нужно знать, что мы не стремимся. Мы стремимся все к стоточке, именно к 100 баллам. И это наша планка, это наша цель, которую мы обязаны добиться. Нельзя себе ставить, ой, да я поступлю на заводку, я поступлю на платное обучение. Нет, ну, естественно, это не надо взять, и поэтому нужно знать, что 100 баллов нам просто необходимо. Дальше я расскажу про сборники, которые помогают мне в подкаках и тебе. На самом деле, я знаю английский, практически стеленок. У меня, ну, некоторые люди говорят, что у меня английский просто в крови. У меня отразление там, и я могу свободно общаться на английском, но это, в принципе, вся приватно. Но если вы решили готовиться к английскому именно сейчас, да, то есть, там, да, экзамен, сколько осталось? Четыре недели, да, или три, я не знаю. Я могу сказать, что это условники особенные. Ну, вот ПСТ, это именно вот экзамена, очень крутой сборник, я вам купила, что будет учиться в одном классе, и он прекрасно просто пишет в мою жизнь. Когда мне вкусно, я читаю замену, когда у меня есть сейчас занятые, что я читаю замену, вы же все в таком ведуте. Ну, естественно, на этот тест резервистый, не плановый. Просто решайте, ребят, решайте, выбирайте ошибки, и просто будьте уверены, что все получится. Большая вероятность в том, что вам это попадется на самом экзамене, на ЕГЭ, там, в тех, которые вы читали, и вы прекрасно сможете выполнить, и уже там на каждый раздел по 20 баллов у вас будет в кармане. Дальше очень крутой способ, который я узнала совсем недавно, он называется Learn by Test, и заключается он в том, что мы учим, делая, ну, это тупый вот перевод, да, но в том случае, суть в том, что мы, делая какое-либо задание, например, по чтению, мы подчеркиваем любые слова, которые мы не знаем, это могут быть союзы, это могут быть какие-то вводные конструкции, и это, естественно, предложение, да, тень предложения и знакомые нам слова мы подчеркиваем, и заносим их словарь. Вообще, я приверженец того, что нужно ввести словарь, потому что словарь – это ваш успех, и словарь вообще что-то в школу, по-моему, уйдет, но на самом деле это очень крутой способ упоминания слов. Ну, естественно, последний, шестой способ, он, на мой взгляд, он самый крутой, просто, который я только могу сейчас вам рассказать, это Speaking and Writing. В чем он заключается? В заключается он в том, что от ЕГЭ можно ожидать всё, да, вообще от любого экзамена можно ожидать просто массу впечатлений, да, он может быть суперлёгким, он может быть флотным, он может быть супер-суперсложным, он может быть каким-то среднёмным, между чем-то и чем-то. Ну, там, где я расскажу такое предисловие, я провала в апреле месяце экзамен на владение иностранным языком, а именно английским языком, и это был уровень С1, то есть после сдачи этого экзамена ты можешь преподавать в любом университете, там, ну, университете, наверное, я затрула палку, ну, курсы просто идти по английскому языку. Ну, успешно я его сдала, и что я поняла? Я поняла, что самое главное в английском языке – это хорошо уметь и хорошо писать. Хорошо писать, за мной не каждому. Даже у меня есть ошибки в С1, в этом на КИИФА экзамене звывалки, там просто безумно много ошибок в аутировании, но зато мне по максимуму зубы нестыкин и наградын. Что я хочу сказать? 70% этих разделов – это именно ваши клиши, которые вы зубрили дома. Но не обязательно зубрить, нужно понимать, что ты говоришь и пишешь, естественно. Поэтому просто концентрируйте свое внимание на письме и на говорении, на ваших лишениях фразах, потому что это реально больше половины вашего материала, который вы можете выдать экземинатору, эксперту на проверку. Я надеюсь, вам все эти способы помогут в подготовке к ЕГЭ. Если у вас будут вопросы, то я с радостью просто, с и радостью на них отвечу, задавайте. Мы, естественно, желаем вам высоких результатов, победы над этим страшным ситуацией, который называется ЕГЭ. Мы все сможем. Идать. Лиз, посмотри чат, у тебя спросила Алена, как называется экзамен. И, к сожалению, у нас одна девочка не сможет выступить, она убежала, мы немножечко заценили по времени, но сейчас будет говорить Софа. Лиз. Так, сейчас, сейчас, я найду тут вопрос. Да. Что-то, Василий, не вижу вопроса никакого. Может, он подскажет, а, или это, там, не знаю. Акция называлась экзамен по английскому, но я могу и здесь написать. Он назывался экзамен на владение иностранным языком, в скобочках, английский, на уровень С1. Это пятый уровень, это уровень Advanced, это продвинутый. С этим уровнем ты можешь уже учиться за рубежом, да, там, Oxford, Cambridge, университет, университет, университет. Я просто давала этот экзамен, чтобы подробить твой уровень. Я люблю английский, и английский любит меня. Вот так. Попались ли на ЕГЭ задания в режиме шоуных сборников? Да, попадались. Но я ЕГЭ еще сам не писала, я писала и другие экзамены, я писала ПЭК, я писала Айл, и из этих, да, по подготовке мне попадались, но на ЕГЭ именно. Вот. Это экзамен, по-моему, ниже чуть-чуть стоящий. Но я не ЕГЭ писала. Ну, короче, все. Все, вот так. Как выполнять задания, а у ты мне второе задание? Конечно, есть секреты, это просто... Вообще есть секреты по английскому языку, как выполнять, да? Это нужно уметь читать, вот так вот, читать. Это нужно уметь слушать и, естественно, выбирать. Я могу посоветовать это смотреть фильмы, читать книги и слушать музыку. Ну, просто музыку совсем не обязательно, обязательно читать книги. Я читаю книги на английском, я очень много их читаю, и они мне помогают дальше через эти экзамены. Все, прошу пардон, ухожу. Всем привет, меня зовут Софья, и я куратор и ученица Лиза. Меня хорошо слышно? Ученица Лиза? Всем привет. Я расскажу вкратце, как происходит сама процедура ЕГЭ ученицы Марины. Так, в организационном плане, если будут вопросы, то походу задавайте. Короче, в школе вам дадут уведомления, либо перед самим экзаменом около школы. Может, вам его вообще не дадут, но суть в том, что оно вам в принципе не нужно, потому что вы будете заранее знать, где будет проходить экзамен, код предмета вам скажут, и он будет написан на доске в аудитории, где вы будете писать экзамен. И код образовательного учреждения своего, но вы это на год должны были выучить. Если вы самостоятельный ученик, то около входа в школу будет написан номер аудитории. Находите свою фамилию, и там будет написан номер аудитории. Если вы со школы идете, то вам, скорее всего, учителя скажут ваш номер аудитории. Лучше всего, конечно, записать это на руку, потому что в суматохе это все забывается, и вам будет спокойнее, что у вас на руке написано, вы не будете об этом вообще парить. Потом где-то... Так. На экзамен вы должны прийти в 9 часов утра к школе желательно. Где-то в 9.20 вас начнут запускать в школу. Так. Ну, вы можете сдать, в принципе, все свои сумки учителя, либо в гардеробную. Затем вы будете проходить металлоискатель. Металлоискатель может быть двух видов, как рамки, так и ручные. Ручные обычно проводят до колен, но, не знаю, у меня не было ручного, у меня была рамка. Девочкам советую украшения, бижутерию вообще не брать. Если берете, то снимайте при входе, потому что она вся пища. Часы также надо снять и ремни обязательно. Так. Да, засекает. Телефон вообще не советую брать. Просто если вас поймают с этим, то это все, это конец. Часы можно брать, но перед рамкой надо будет их снять, пройти без них и потом забрать. Волнение сказывается на время проведения, поэтому нужно держать себя крепко в руках. Это очень поможет, если вы будете контролировать свои эмоции. Так. Металлоискатели прошли. Далее вас собирают. Там, когда народ наберется, вас сопровождающий отведет в аудиторию, перед фоном в аудиторию вас попросят паспорт показать, вас там отметят, и затем только, ну, скажут, какое место у вас там. Вы зайдете. Ну, в принципе, можно карандаш, но все равно лучше. Я видела, некоторые пишут карандашом, но не у всех. Короче, как на это организаторы отреагируют, это вопрос еще. Они могут просто забрать его. Так, сейчас я расскажу сначала, а потом отвечу ему вопрос. Вас приведут в аудиторию, так, скажут место, все, вы садитесь. До начала первой инструкции вам, в принципе, так, 9.45 будет первая инструкция. До этого времени вы можете погулять по коридорам школы, но есть школы, которых это запрещается, и они только до туалета разрешают дойти, быстро сделать свои дела и вернуться обратно. Так что это не во всех школах разрешается, тому, как повезет. В 9.45 вас загонят в кабинеты и прочитают первую инструкцию, она там минуту-две идет. Потом вы сидите на своих местах, уже никуда нельзя выходить, а в 10 вам принесут кимы, прочитают инструкцию, приват их распакуют, и вы начнете заполнять вланки. Вланки заполняйте вместе с учителем, потому что это очень важно, и не важно, что это у вас уже пятый экзамен по счету, и вы уже все умеете писать, и нафига слушать учителя. От этого много зависит, особенно на говорении, на говорении аудитории, в которых вы заполняете бланки, и где вы будете проходить самоговорение. Это разные аудитории, и у нас, например, практически 80%, кто со мной сидел в аудитории, испортили бланки, а бланки, как вы знаете, строго сосчитаны, и, короче, лишних бланков не бывает. Затем, в принципе, когда все уже все заполнят, только потом начинается расчет времени, время пишут на доске, скорее всего, в кабинете будут часы, но лучше взять свои часы, потому что неизвестно, как они будут висеть по расположению к вам, они могут висеть на боковой стене, а вы сидите на первом ряду, и вам эти часы, на последней партии, вам эти часы могут быть невинны вообще. Вот. Так. Потом, когда экзамен закончится, когда вы, точнее, напишите экзамен, вы поднимаете руку, к вам подходит организатор, он проверяет все ваши бумажки там, свои заполняет, вы сидите, просто смотрите на это все, потом расписываетесь, и все, вы свободны. Так. По поводу шпор, ну, на английский я вам не советую вообще что-либо брать, потому что я считаю это бессмысленно, на английский я не брала ничего, потому что там никогда не угадаешь, что там будет, это нервы будут вам, вы будете переживать за то, что как бы у вас там шпоры, как с этим не спалиться, ну и вы будете выходить в туалет, это минус 5 минут от времени экзамена, если вы просто пойдете в туалет, а если вы еще со шпорами пойдете в туалет, то это уже примерно минус 7-10 минут от экзамена, а в английском очень мало времени дается на сам экзамен, поэтому ну и дело ваше, конечно. Мини-словарик, я брала мини-словарик, но мне передо мной начали человека просто просить вывернуть карманы пиджака, поэтому я не стала рисковать и убрала словарик. В принципе, все, если у вас есть вопросы, вопросы, то я отвечу на них в чате. Всем спасибо. Умница, Соф. Спасибо вам большое. Спасибо, Лиза. Спасибо, Софа. Отлично выступили. Мне вообще понравилось. Не знаю, как вам, мне очень понравилось. Девчонки очень харизматичные и очень старались для вас минимум воды и максимум полезной информации. Это то, к чему мы стремимся. Вот. Поэтому задавайте им вопросы в чате, они обязательно ответят. И Лиза тоже здесь присутствует, если что. Так. И я расскажу сейчас про курсы, про свои. Вот. И все. Собственно. Итак, хочу рассказать про интенсив. Для тех, кто... Это будет актуальная информация для тех, кто в 2017 году дает экзамен. Это тренинг практический. Вот именно тренинг по подготовке ЕГЭ за две недели. Это вот то, что нужно. Такая хард-подготовка. Здесь сконцентрировано вот все, что вам нужно. Все схемы, все лайфхаки, все главные драматические темы, которые нужны, самые важные, самые ходовые, лексические. Вот набор лексики, который вот максимальный набор, максимально емкий и нужный именно для ЕГЭ. Также мы разберем два варианта ЕГЭ. Вы их решите самостоятельно, сдадите экспертам, эксперты их оценят. Уже у вас будет информация, уже до этого времени, до решения, я дам вам все схемы ответа. То есть вы со знанием дела все это сделаете, эксперты это оценят. То есть вы увидите реальную картину, то, на что вы по факту сейчас претендуете. Они просто, да. Зачастую ученики решают, решают задания и даже не подсчитывают паула. То есть здесь такого не будет. Мы решим, что два варианта за 10 занятий. С 1 по 14 июня длится этот курс. И далее, кроме всего прочего, мы также подробно разберем каждое задание решенного варианта. То, как это мы сделали сегодня с частью лексика и грамматика. Также подробно я разберу и эти два варианта для вас. Это поможет вам, это колоссально поможет вам поднять уровень. Даже с этими двумя вариантами мой практический курс тому подтверждение. там мы решаем и разбираем варианты. И я сама удивлена, я впервые в этом году запустила этот проект и он оказался суперэффективным. Без лишних слов. Вот это. То есть это именно практический тренинг, максимально нацеленный на стопроцентную сдачу экзамена. Никакой воды, только нужная полезная информация в том формате, примерно в котором сейчас проводится вебинар. То есть максимально полезно, максимально то, что нужно. И я даже скажу вам сколько будет стоить по баллам каждая рекомендация для вас на интенсиве. Подробную информацию можете почитать в моей открытой группе ВКонтакте. В нее вы вступили как раз таки, чтобы зайти на этот вебинар. И там на стене есть даже полное расписание интенсива. Что, когда, в какой день, какое занятие будет проходить. Сейчас я закреплю эту запись после этого вебинара и вы сможете спокойно посмотреть удобно ли вам будет заниматься и что к чему. И задать, конечно же, мне вопросы. И еще один курс предстоящий, который также стартует как интенсив с 1 июня, это летний курс предподготовки к ЕГЭ 2018. Этот курс актуален для тех, кто уже сейчас переживает за свою подготовку, уже сейчас думает, куда же ему пойти, на какие курсы, с кем начать заниматься летом, потому что многие преподаватели не занимаются. Многие курсы дают какую-то пространную информацию, ну просто как курсы по языку. А здесь данный курс нацелен именно на предподготовку к экзамену. Здесь мы в течение лета повторим темы 9-10 класса, основные грамматические, лексические темы, будем заниматься саудированием, чтением лексикой и работать с форматом ЕГЭ. Уже летом я научу вас как писать письма, расскажу вам о формате экзамена, полный и дам схемы ответа. И этот курс летний, тот, который мы уберем, вот этот набор, который пройдет за 3 месяца, кстати, курс длится с июня по конец августа, он плавно перетечет в годовой курс. И этот летний курс, мы в него будем собирать только самых продвинутых учеников, уровень intermediate и upper intermediate и подготовка с сентября уже начнется для них несколько другая, чем для стандартного годового курса. То есть те ребята, которые придут в сентябре, у них будет уровень не то чтобы пониже, но они начнут с самого старта. Ну, годовой курс это предполагает полный охват всех лексических и грамматических тем. А здесь ребята с летнего курса они уже будут подготовлены и у них будет уже более интенсивная подготовка, это будет более продвинутый и серьезный курс, ничем не уступающий, конечно же, и годовой отличный курс и с летнего курса ребята, которые перейдут на годовую подготовку, но просто с летнего курса ребята более подготовлены, у них уже будут знания и им будет неинтересно начинать с нуля. Вот. Наверное, подробную информацию также можно почитать в курсах в открытой группе, в которую вы вступали. Так, и хочу сказать, как всегда, присутствующим на вебинаре я дарю подарки в виде бонусов. В течение недели с сегодняшнего дня по 21 мая при оплате летнего курса или интенсива вы получаете скидку. Вы можете видеть на экране. Это приятный бонус для тех, кто думает. Думает о своих родителях, думает об экономии и, в общем, хочет получить максимум пользы и знаний. Так что, по всем вопросам пишите мне в личных сообщениях. Буду рада проконсультировать и помочь. Девочки уже выступили и теперь ваши вопросы жду. Да, Полин, будет на интенсиве практика. Два варианта ЕГЭ решаем. Кстати, ребят, с практического курса я вам потом напишу, если захотите, пойдете на интенсив, если захотите, останетесь на практическом. Напишите мне в личном сообщении. Скидки будут, Евген. Будут скидки. Напишите мне, ребят, напишите мне в личном сообщении ВКонтакте, я все расскажу различное, добавлю вас в беседу курса и там уже мы все организационные вопросы с вами решим. Любой вопрос задавайте мне, я на все отвечу. Так, аудио и чтение будет, будет, Ален, я же сказала об этом. А, подожди, ты говоришь об интенсиве, Ален, ты спрашиваешь об интенсиве или ты спрашиваешь или ты сейчас про вебинар говоришь. Аудирование и чтение на этом вебинаре не планировалось разбираться. И на интенсиве мы будем разбирать полные варианты аудирования и чтения, безусловно. И летом мы также будем работать и с аудио, и с чтением. Как сделать аудирование? Второе задание. Второе задание. Аудирование. Is it true, false, not stated? Как его сделать? Очень хороший вопрос. С аудированием стоит практиковаться и внимательно слушать. С аудированием. Первый лайфхак это обращать внимание на частицы not. Очень часто вас пытаются запутать с ними. Второе. Не додумывать никогда информацию. Ребята, это очень свойственно нам. У нас ассоциативное мышление, у русских. Нам свойственно додумывать информацию. Исходите только из фактов. Тогда вы не будете путаться. Не думайте, возможно, а это сказал, а значит, он это подразумевал. Вот это нет. Исходите из фактов. Это повысит ваши баллы. Реально. Вот такие основные моменты. А так, как сделать? Вот так. Так. Почему интенсивно практическо будет отличаться? Маш. Практический курс это регулярное решение вариантов и разбор их со мной на подобных вариантах, на подобных вебинарах. Вот как мы сегодня, как я сегодня разобрала часть лексики и грамматика. Также мы разбираем полностью весь вариант с аудирования по лексику и грамматику, а эксперты дают полную оценку разделу договорения и письма. Это есть практика. Чистая практика. А интенсив предполагает теоретический курс. Ёмкий, понятный. Туда включены и грамматические темы, и лексические темы, и разбор всех заданий, тайминг экзамена. Я расскажу на интенсиве, как работать с бланками. Плюс мы также решаем два варианта ЕГЭ и разбираем их на интенсиве. То есть это максимальная такая работа нацельная. То есть все десять занятий мы будем прям жестко-жестко трудиться, и эксперты будут проверять ваше задание. То есть вы сможете реально оценить свои знания и поднять свой результат поразительно. То есть это не просто какая-то вода. Все мои слова, они нацельны на результат. Так, то есть интенсив, в общем, интенсив от практического отличается тем, что в интенсиве есть теоретическая база, а в практике только практика. Насколько можно поднять баллов на интенсиве? На вскидку. Ну, давай я так скажу, что по разделу письма тебе скажу, по разделу письма. Вот так, на вскидку. Раздел письмо. Вот смотри. За схему и за мои рекомендации, вот за письмо вы мне должны, мои ученики мне точно должны минимум 4 из 6. Это минимум 4 из 6 баллов. По эссе мои рекомендации, оно стоит минимум 7. Минимум они мне должны привезти 7. Это вообще, это мои, это чисто мои рекомендации, без их работы. Вот так вот на вскидку я тебе скажу, вот сколько стоит раздел письма. Это с моими схемами и с моими рекомендациями. Я это считала даже, вот надо мне еще раз прям, еще раз просчитать, чтобы прям нацельно относить на эти вопросы. Интенсив будет домашние задания. Юль, будет 2 домашних задания, это 2 варианта ЕГЭ. Мы их вот решим и разберем. А основа будет вот именно теория, теория, теория. Но вы там не заскучаете, ребята. Именно вот вам. Но это практические знания, это не просто вода. Так, на летнем курсе будут также даны все схемы ответа. Это может быть глупый вопрос, но все же. Вообще, да, я планирую к августу дать уже вот конкретные схемы ответа, чтобы было с чем работать, и чтобы мы уже с сентября начали так нацеленно работать на ЕГЭ. Да, 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 да. Но, безусловно, там будет много повторений, много работы с аудированием, чтением, то есть вот помимо формата ЕГЭ, то есть это вот все-все-все, из чего состоит сам экзамен. Просто летом. Марина, какая-то красивая. Спасибо. Пожелания выпускникам. Ребят, я желаю вам делать, чего хотите. Делать, чего хотите, и просто учиться с удовольствием. Вот просто прямо, чтобы вам по кайфу было. Потому что задача моего курса, как бы это банально не звучало, но привить любовь с вот собственным примером. Просто я делаю то, что мне по кайфу. И вот желаю вам так же жить и работать, много работать, много учиться, любить то, что вы делаете. Вот. Искренне. Спасибо вам большое, ребят. Я благодарю вас за вебинар. Спасибо. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Я там зачастую выкладываю очень полезные лайфхаки, информацию своих занятий. Прямо просто так выкладываю, выкладываю, выкладываю все то, что в моем голове. Спасибо вам большое. Была рада с вами увидеться, познакомиться. Пишите мне, задавайте вопросы. 700 баллов на ИГ, ребят. Успех. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok